Кто-то мечтает заглянуть в будущее, а кто-то хочет вернуться назад и вспомнить самое лучшее. В эфире новый проект Центра Олимпийской Подготовки «Старый телевизор». Давайте перелистаем яркие страницы самарского спорта за последние 30 лет. На минувшей спортивной неделе в Хельсинки прошел очередной чемпионат мира по фигурному катанию. Как вы уже знаете, российские фигуристы добились на нем уникального достижения, завоевав все четыре золотые медали. Но почти так же успешно выступили самарские фигуристы, заняв на юношеском переносе страны, проходившем в эти же дни в Москве, три первых места. Впервые в истории самарского спорта этакое массовое восхождение на пьедестал. А добились этого одиночники Ирина Ткачук, Александр Гончаров и танцевальная пара Елена Халявина-Максим Шабалин. При этом заметим, что парное катание в Самаре не культивируется. Я немного волновалась, но в принципе, главное было хорошо скатать программу. А место уже меньше волновало. То есть победа была безоговорочной у вас, да? Нет, почему? Поборолись. А кто были ваши соперники? Пара из Екатеринбурга. Они сейчас приехали с турнира, с европейского выиграли там, поэтому сложнее было. Какое самое сильное качество у вас, вы считаете? Есть у вас самые сильные качества? За счет чего вы все-таки одерживаете победу? Ну, даже не знаю. Может быть, у меня самое сильное качество – это внешность. Вот так скромно она сказала. Можно только восхищаться тем, что в условиях жесточайшего экономического кризиса, хронической нехватки льга, у нас в губернии растут новые звездочки фигурного катания. Они даже сами проектируют и шьют себе костюмы для выступлений. А кто вам подбирает костюмы? Сами. Как, вот сами берете и шьете, придумаете эскизы? Ну да, сами придумаем. Фантастико. Да, Марк? Правда? Ну, я к этому мало участия. Имею. Итак, вслед за победительницей мирового молодежного первенства Елены Ивановой у нас подрастает перспективная молодежь. Во многом благодаря титаническим усилиям нового поколения тренеров. Интересно, а вот как восприняла фигурная элита России тройной успех самарских фигуристов на юношеском первенстве страны? Ну, можно сказать, в общем-то, что шоковое состояние. Наши самарские фигуристы вели всех директоров школ, комитеты олимпийские, потому что не ожидали такого сильного результата от нас. Потому что из трех все-таки у нас в Самаре развивается всего три вида спорта. Фигурного катания, спортивных пар у нас нет. И из всех трех видов мы завоевали все три золота. Это, в общем-то, ну, огромный такой шок был. Но за нас очень сильно и откровенно радовались и московские директора школ, и московские тренеры, и олимпийский комитет. То, что нам, конечно, было очень приятно. В Самаре всегда были прочные традиции фигурного катания. Наверное, потому, что сохранялась преемственность поколений. Даже несмотря на, мягко говоря, неважные условия для тренировок. Нигде вообще в России нет совместных тренировок одиночников вместе с танцами. Еще хорошо, что мы не культивируем пары. Потому что тот уровень катания, которым сейчас владеют наши одиночники, это практически дети члены сборной страны. И вот чемпионы мира, Иванова, Давыдов. Они владеют сложным арсеналом прыжков, которые надо выполнять на колоссальной скорости. И когда у тебя под ногами те же танцоры, вы видели фрагменты наших танцоров, с какой скоростью они должны делать и на каких длинных дугах все элементы. И, конечно, травмы сейчас участились. И еще больше того, что приходится и подпускать резерв. Потому что если мы остановимся сейчас только на тех детях, которые на сегодняшний день доминируют у нас на российской сцене фигурного катания, то не делать задел с малышками, то это говорит, что мы, в общем-то, рубим сук, на котором мы сидим. И поэтому малышкам приходится тоже между ног кататься там. Это очень трудно. И вообще в этой ситуации я считаю, что это героизм, что наши тренеры выживают и еще могут представлять так в Самарской области на российской арене. Ну что ж, давайте запомним имена наших молодых талантливых ребят, которым предстоит еще побороться за место в элите фигурного катания страны. И пожелаем им удачи на тернистом пути к Олимпийской вершине. Пусть будутся их самые смелые мечты. Где и когда можно увидеть целые созвездия лидеров мирового и отечественного плавания? В Самаре в конце апреля. Традиционный мемориал Геннадия Тинкова стал заметным явлением в спортивной жизни губернии. Это одно из немногих соревнований, которые организовывают сами энтузиасты и любители плавания. Сергей Осипов когда-то вместе занимался с Геннадием Утенковым вот на этих водных дорожках плавательного бассейна «Нептун» у тренера Николая Щетинина. Потом их пути разошлись. Осипов стал удачливым предпринимателем, а Геннадий Утенков уехал учиться в Санкт-Петербургский инфискульт имени Лезговта. И все его успехи в спорте связаны с этим городом. В 1978 году Утенков вошел в сборную СССР. Вот с этими ребятами, которые ежегодно приезжают на мемориалы его памяти, Игорем Потякиным, Сергеем Русиным, Юрием Пресекиным, Александром Чаевым, он становился неоднократным призером чемпионатов страны, Европы и мира. Любимой дистанцией Утенкова была 200 метров брасом. Именно на ней он занял четвертое место на Московской Олимпиаде. Это было золотое время российского плавания. В самом расцвете сил Утенков ушел из жизни, но память о нем жива благодаря его друзьям по спорту, которые по традиции за плывом ветеранов открывают соревнования на глазах у сотен юных пловцов. «Отслеживается смена поколений. То есть плавание показывает то, что этот вид спорта существовал, развивался и развивается даже без нас. Но мы не хотим этот процесс оставлять в стороне и сами в нем просто по-нормальному участвуем. Сегодня ребята съехались из Питера, из Москвы. Очень многое значит данный мемориал. Это как бы продолжение того, чем мы занимались в спорте». «Может быть, этот мемориал, может быть, даже и будет расширяться. Вот в плане, насколько я знаю, были разговоры относительно того, чтобы ввести его в программу ветеранских соревнований, для того, чтобы на этом мемориале собрать еще и сделать плановые соревнования по графику ветеранских соревнований. Чтобы было, ну, побольше собиралось ветеранов из других городов. Вот. Все тех же людей, которые в свое время плавали с Геной». На старт нынешних тринадцатых по счету соревнований вышло более трехсот юных пловцов из Тольятти, Новокуйбышевска и Самары. Для кого-то они стали первыми в жизни, а для тех, кто постарше – очередной ступенькой к Олимпийской вершине. В своих передачах мы уже рассказывали вам о том, какой вклад вносят детско-юношские спортивные школы губернии в дело борьбы против наркомании. Вряд ли кто-то из участников нынешних соревнований свернет на скользкую дорожку. Ведь пример их кумиров перед глазами. Пример настоящей спортивной дружбы, стойкости и характера. «Вы знаете, мне кажется, что мемориал Утенкова – это начало возрождения нашего плавания, которое на самом деле в нашем городе, ну, это, наверное, связано с какими-то финансовыми затруднениями, связано просто с политической обстановкой, может быть. Но я думаю, что мемориал Утенкова – это те соревнования, которые будут возрождать наше плавание. И мне кажется так, что это будет возрождение детского плавания на самом деле». «Гена, он такой известный был спортсмен. Молодые сплавцы должны его знать, то есть помнить хотя бы раз в год это нужно делать. Потому что все это быстро очень забывается, все спортсмены очень быстро забываются. А молодежь должна учиться все-таки на этом». Нет у нас в губернии других соревнований по плаванию, в которых бы принимали участие вместе и ветераны, и юные таланты. В этой преемственности поколений – залог будущих побед самарского плавания. Возрождается в Самаре Олимпийский плавательный центр. Оттачивать свое мастерство юные пловцы будут по традиции на мемориале Утенкова, которому хочется надеяться, уготована долгая жизнь. Вот эти симпатичные девчонки со шпагами в руках вполне могли бы бросить вызов самому Д'Артаньяну и его друзьям. На минувшей спортивной неделе в Самаре собрался весь цвет сильнейших молодых фехтовальщиц страны. Представительницы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары и других городов России приняли участие в представительном турнире «Шпажисток», который впервые прошел в нашем городе по двум возрастным категориям. Среди участниц мы увидели практически в полном составе сборную страны, которая выступала на первых всемирных юношеских играх в Москве. По составу здесь действительно сильнейшие среди кадеток, так называемых. Но мы рассчитываем в следующие годы включить в календарь и первенство России или российский турнир среди юниоров. База есть для этого. Вот школа Горано, которая сейчас проводит эти соревнования, уже выдала, как говорится, сборную области нам таких, как Копенкина, Вероника, Маркина и девочек Волкова, света младших. То есть они кандидаты в сборную России. Проведя соревнования более высокого ранга, мы рассчитываем пополнить сборную России своими людьми. Честь Самарской губернии на всероссийском турнире защищали воспитанницы дюж номер 17. И выступили они выше всяких похвал. В старшей возрастной группе победила Екатерина Шурупина из Казани. Наша Анастасия Зайцева была третьей, а ее подруги по команде Юля Балабашина и Светлана Волкова вошли в восьмерку сильнейших. У девушек младшего возраста и вовсе тройкой призеров была практически наша, Самарская. Евгения Сафонова турнир выиграла, а Светлана Кирсанова заняла третье место. Но, пожалуй, самым интригующим выдался командный турнир. Две самарские сборные боролись за главный кубок. В основном финале сборная Самара-1 встретилась с москвичками. Как не сопротивлялась наша четверка в составе Анастасии Зайцевой, Евгении Сафоновой, Светланы Волковой и Юлии Балабашиной, но противостоять дружному столичному квартету они так и не смогли. В итоге почетное второе место. На третьем сборная Казани, переигравшая вторую самарскую команду. Ну вот, судя по результатам, Самара оказалась негостеприимной. Да, общий командный перец мы, конечно, выиграли с большим отрывом в очках. В личном было у нас первое место два третьих, и в команде второе и четвертое место. То есть побороли Москву по всем статьям. Ну что ж, мы по праву можем гордиться самарскими шпажистками. Д'Артаньяну и трем мушкетерам растет достойная смена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова